Однажды он сказал Твой полет всего лишь сон И ты летать не стал Стал таким, как он Друзья мои, долетели мы до Берлина Очень хорошо долетели, как это ни странно Потому что, как я уже говорила, летаю я очень сложно и тяжело Но в этот раз как-то я вообще замечательно долетела Летели мы на Airbus 320 Мне как-то понравилось лететь на Airbus больше, чем на Boeing Очень мягко, очень классно все было Что касается Viseiro Я как-то вообще не знаю, ничего не досматривали особо Просто спросили колющие, режущие Там какие-то вещи, типа пинцетов Можно провозить, хотя написано, что нельзя Но в принципе все разрешили Ничего такого не было Очень быстрый был досмотр Жуляны вообще Аэропорт мне понравилось гораздо больше в Жулянах Чем в Борисполе Маленький, но зато очень быстро Все начинается вовремя Никакой толпучки Все замечательно Вот, вот теперь мы Вот, да, вот он Аэропорт Сейчас мы попробуем пойти прогуляться в ближайшее село И включу сюжетон Смотрите, все было не так долго Мы шли буквально вот оттуда, да 20 минут И попали в какую-то Не знаю что, но это красиво А, кстати, ребят Кто мне скажет Что вот это такое И для чего оно предназначено Смотрите, ребят Вам ничего не напоминают вот подобные пейзажи Это, кстати, Лидл Это ж, собственно говоря Восточная Германия И пейзажи мне очень напоминают нашу местность Не знаю, как вам Ну, как нашу Усовершенствованную нашу Да И, конечно же, Лидл В который мы сейчас пойдем Если он уже открыт Я в этом сомневаюсь Но мы обязательно в него сходим Потому что Лидл Кто не был В Евросоюзе Один из самых Дешевых супермаркетов И там всегда всего очень много Ну, короче, ребят Лидл, походу, закрыт в воскресенье Ну, я, кстати, не знала Что в Германии Тоже закрыто все В воскресенье Но мы тут, в общем-то, идем И, конечно, местные пейзажи Меня просто радуют Потому что у меня такое ощущение Что я никуда не уезжала Я не знаю Напоминает ли вам что-то Вот такой подъезд Но мне лично напоминает Наши девятиэтажки Очень сильно Вот Ну и балкончики тоже Хотя, конечно, все это Гораздо более ухоженное И на это, конечно, приятно смотреть Хорошие газончики Вот такой тут маленький городишко И, конечно, для меня странно Что Лидл закрыт в воскресенье При том, что рядом аэропорт Конечно, печально Но, может, он еще откроется Мы сейчас будем идти назад Посмотрим Тут же, смотрите, не знаю Новострои это Или это реконструированные Не знаю Мне кажется, что Новострои Муж мой засомневался В этом деле Ну, меня что-то смущают Вот эти вот балконы большие Не знаю Но, по факту, ребят Вот это вот местечко Кто будет приезжать Прилетать в этот аэропорт В воскресенье Ничего не работает Вообще Вот посмотрите Все закрыто И даже элементарно Выпить кофе Совершенно, к сожалению, негде Но зато посмотрели Место и достопримечательности Вот А вот это вот вообще просто Вот этот вот домик Это просто вот Вот прям как у нас Ребят, пока далеко не отошли Цены, конечно Ну вот смотрите Допустим Вот этот фарш Не знаю Кто знает немецкий Переведите мне Что это за фарш Но он стоит В районе 150 гривен Если в гривнах То есть У нас, конечно Фарш стоит Немножко дешевле Но совсем немножко А это все-таки Германия И сыр, да Вот за сколько там 55 евроцентов За 100 грамм Вполне себе дешево Но это, конечно, акции Скажите честно Вам школа Ничего не напоминает? Мне очень Смотрите Стоит моя маленькая мечта Дом на колесах Вообще обалденная вещь Особенно мне нравятся Именно машины дома на колесах Не прицепы, а машины И тут их очень-очень много Я не знаю Тут только какой-то Не знаю, что это Может быть Может быть здесь Можно их взять Скорее всего на прокат Но вот там Сейчас мы найдем Их тут Очень Три очень много О! Да, я подозреваю, что это Как раз прокат этих Штучек Кстати, вот пока мы тут идем Насчет аэропорта Этого замечательного Значит, ребят Сюда нужно Приходить Если вы отсюда улетаете Намного заранее Потому что Он очень маленький Он очень тесный И здесь большой пассажиропоток Несмотря на это И мы вот сегодня Когда прилетели Мы Чтобы пройти паспортный контроль Два самолета Простояли в очереди Почти 50 минут Поэтому рассчитывайте Своё время Если вы Или летите сюда Или улетаете отсюда Знаете, что тут Да, тут очень сложно С этим И честно сказать После этого я не знаю Вообще стоит ли через него летать Во-первых, потому что Вот такие проблемы А во-вторых, потому что Ну, местечко здесь Достаточно скучное Да, пойти здесь некуда Особенно Поэтому мы возвращаемся В аэропорт Потому что даже кофе Нам, к сожалению Было негде попить Вот Вот как-то так Короче, ребят Сидим мы тут В кафе Пьём кофе И я что-то так, знаете Вот задумалась Насчёт Пилота Самолётов Я в последнее время Очень часто Смотрю блог Пилот-аэробус Очень приятного Молодого человека Очень мне нравится Его смотреть И у него Очень стремительно Начал развиваться канал И Ну, действительно Просто, знаете Ну, посмотреть На эту работу изнутри Оказалось достаточно Интересно Так вот После того, как я Начала смотреть Его канал Я, значит Сегодня села в самолёт В Airbus И Я ждала приветствия Командира Воздушного судна Потому что Я насмотрелась Как Юрий Яшин Замечательно Приветствует Гостей Воздушного судна Да, пассажиров И вы знаете Я вот сегодня Такая была Разочарована На самом деле Потому что Человек Который сегодня Нас вёз В Берлин Он так Скутненько Сказал Что его зовут Серёжа Вот И Приблизительное Время в пути И на этом всё И как бы мне стало Так грустно Потому что Смотришь Как Умеют Разговаривать Люди Как Интересно Когда Капитан Воздушного судна Рассказывает Такие вещи Как рассказывает Юрий Яшин И конечно На самом деле После этого Начинаешь сравнивать И как-то Совершенно становится Всё неинтересно Я вам оставлю Ссылочку На его канал В инфобоксе Очень мне нравится Этот канал Я прям в дичайшем От него В восторге Но правда Теперь вот Я стала Значит Летать на самолётах И обращать внимание Буквально на всё Потому что Я уже понасмотрелась Как что происходит Изнутри Я теперь такая Умная И подкованная Так что да Оставлю вам ссылочку Кому интересно Давайте смотреть вместе Этот канал Ребят Как же жаль Что видео Не передаёт вкус Эти булочки Просто божественные Серьёзно Я Большой ценитель Мучного И как большой ценитель Скажу я вам Что это просто Это нереально вкусно Ходить Научился Как ребёнок Ты Но всё Не мог Забыть Той прозрачной Высоты И лететь По белому свету Став одним Движением По белому свету По белому свету По белому свету